Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули! Я сейчас смотрю на себя в камере и понимаю, как же мне не идет эта помада. Уже неохота перекрашивать. Пока я буду перекрашивать, это все будет стынуть. Поэтому ничего, в этот раз снимем видео так. А в следующий раз надо учесть этот момент, как вам пишите в комментариях. Мне кажется, прям весь макияж портит эта помада. Она слишком светлого оттенка и как-то смотрится своеобразно. Ну да ладно. Итак, сегодня у нас с вами грузинские хинкали с сыром. Это настолько вкусно! Мы просто чисто для пробы с мамой налепили их. И мне настолько это понравилось. Здесь три вида сыра и еще плюс, а здесь внутри есть творог. Получается безумно вкусно. Вкуснее намного, чем обычные с мясом. Дальше здесь у нас моя любимая шуба. Небольшой десертик. Фрукты и, естественно, соус для грузинских хинкали. Если вы тоже кушаете, то приятного вам аппетита! Запивать мы это все дело. Будем самым обычным чаем. Хотя у нас полно соков, которые мама накупила в преддверии нового. Мама говорит, давай под этот стол обязательно какой-то сок возьмем. Я говорю, нет, мамочка, только не сок. Я хочу чай. Я обожаю чай. Летом, зимой, неважно. Всегда я пью чай. Это настолько вкусно. Добавила весь сыр с улугунем, другие два вида сыра и еще творог. Начинка получилась просто бомба. Это у нас получается первый мукбанг в новом году. Все те видео, которые выходили до, вчера, позавчера. Это все, что было снято в прошлом году. Также, наверное, завтра выйдет влог непосредственно с нового года. Вы знаете, он настолько дурацкий получился. Мне хочется заранее за него извиниться, потому что я уверена, что он вам не понравился. А все дело в том, что я просто жила моментом. То есть Новый год. Я, естественно, хотела снять для вас классный влог. Но ты, когда что-то снимаешь, блогеры меня поймут, ты как бы не наслаждаешься моментом. А в этот год мне прям хотелось насладиться моментом. Поэтому контент получился какой-то обрывистый, непонятный. В общем, я собирала этот влог. Я поняла, что получилась полнейшая ерунда, но я все равно хочу его выложить. Мы пошли в ресторан на Новый год. И там, оказывается, на Новый год было праздничное меню, в котором всего было три блюда. Три горячих, три салата, три закуски. И вообще, на Новый год надо заранее запланировать свой день, как, что, куда вы пойдете, какое там меню будет, какие кости. Мы, если честно, так получилось, что оставили все на последний момент. Все думали, куда мы хотим, никак не могли прийти ни к чему общему. Вот. И так получилось, что уже большинство мест, куда мы хотели пойти, уже мест не было. То есть уже все забронировали. И у нас реально оставался очень скудный выбор. Того, куда мы можем пойти. Мы пошли в заведение, в котором мы были ранее, очень часто. вот, но там поменяли абсолютно все. То есть было праздничное меню и все дела. Еда была невкусная, если честно. Я на протяжении всей жизни всегда отмечала Новый год дома. Не могу вспомнить ни один Новый год. Возможно, те зрители, которые давно меня смотрят, вспомнят. потому что иногда я в видео говорю, ой, я никогда это не делала. А потом мне, например, мои подписчики, которые очень давно со мной, вспоминают моменты, когда я все-таки это делала. Хотя я вспомнить это не могу. На моей памяти всегда Новый год отмечали дома. В этом году мы отмечали с друзьями. Потом поехали на квартиру друзей. Там молодожен, они недавно поженились, и мы там играли в Уно. Играли в Монополию. Прямо до самого утра. Короче, Новый год встретили отлично. Главное, что компания была классная. Чувствую я, что этот год для нас, для всех в обязательном порядке будет удачным. Наконец-то везде по миру закончится война. Она станет спокойствием. Самое главное, я думаю, на нынешний момент это, чтобы закончилась война. Везде. Некоторые вот мне пишут, Айка, ты не затрагиваешь эти темы, почему ты не поддерживаешь и все остальное. Честно, ребят, от того, что я что-то скажу или не скажу, поверьте мне, ничего не поменяется. Кто только не высказывался, понятное дело. Вот так что я желаю всем нам в этом году обязательно крепкого здоровья, чтобы близкие были рядом. Естественно, никогда не было войны. Я вам рецепт на обычные грузинские хинькали оставлю. Самое главное здесь тесто. Начинку, естественно, вы можете выбрать на свое усмотрение. Но с сыром обязательно приготовьте. Это настолько вкусно. Еще плюс удобно. Один день заморочился, налепил там манты, грузинские хинькали, дущуперя, гюрзя. Все это мы готовим в один день. Смотрим параллельно какой-то сериал, а потом в любой момент, когда резко пришли гости или еще что-то. Вытащил, отварил и все готово. Первый января я чисто валялась, ничего не делала, просто отдыхала. Я устроила себе такой выходной. На следующий день уже пошли в гости к брату. Вы тоже обязательно пишите, что вы делаете. делали на Новый год. Вообще в идеале следующий Новый год я бы хотела отпраздновать где-то за границей. Например, в Дубае или в Турции. Не знаю, где-то не дома, потому что такой практики у меня не было. Вообще, если честно, я очень скучаю по моментам. Мы всего несколько дней с Амирой провели в путешествии, но настолько крутые эмоции остались от этого путешествия. Я не знаю, в плане вот коннекта было вообще просто все шикарно. Нам настолько было весело вместе, вдвоем. Нам просто, честно, никого не надо было. Мы столько угорали. Хотя, если честно, я боялась, что мы с ней не скоперируемся в том плане, что она активная. Я люблю полежать. Иногда я просто поражаюсь, насколько Амир и трудоголик. Знаете, в каком плане? Я ложилась спать, она в телефоне отвечает всем комментариям, еще что-то. это где-то в 3-4 часа ночи. Я, значит, просто вырубаюсь, просыпаюсь утром, смотрю, она уже искупалась, уложилась и делает макияж, наносит румяна. Я говорю, а когда ты успела поспать? Ой, я, говорит, немножко поспала, для меня достаточно. Я так и не понимаю, как. То есть, я вам желаю в этом году как себя, так и вам в обязательном порядке в этом году обязательно куда-то съездить, попутешествовать, потому что это незабываемые эмоции. Некоторые там мне пишут, у нас такая разнообразная страна, можно поехать в какие-то районы и так далее, отдохнуть так намного дешевле, взять какую-то дачу, поехать и все дела. Честно, для меня нет. Для меня надо именно другую страну какую-то, желательно, с большим каким-то контрастом. Так, десертик в ацетатной пленке, я убрала ее. Здесь у нас шуба, давайте ее так слегка попробуем. Вкусно, но мне хочется десертик. Возможно, я в последнее время не очень эстетично кушаю, я вижу об этом комментарии, но вы тоже меня поймите, у меня, естественно, сейчас стоят временные зубы, и они не настолько мощные, крепкие, как наши настоящие зубы, поэтому так получается. То есть, я по возможности на шубу упала. Так, давайте уберем десертик сюда. десертик сюда. Мой стоматолог тоже уехал в Европу, как я поняла. Улетел, точнее. Там увеличение квалификации, там они постоянно на какие-то тренинги вечно ездят. поэтому я никогда в жизни не хотела стать медиком. даже мой дед, он скончался задолго до моего рождения и был врачом, и даже в те времена бабушка рассказывала, что он ездил в Баку для того, чтобы усвоить какие-то новые лекарства, там тоже было какое-то улучшение квалификации, несмотря на то, что это те времена, а сейчас тем более. То есть врачи по сути всю жизнь учатся, всю жизнь. Появляются новые методики, появляются новые лекарства, какие-то новейшества, они все это изучают, и так на протяжении всей жизни. Папа очень хотел, чтобы я стала врачом, но я рада, что я никого не послушала. то же самое касательно моей машины. Тоже я абсолютно никого не послушала и реально очень рада, что никого не послушала. То же самое и касательно моего направления в обучении. Поэтому мой вам совет не слушайте никогда никого. Единственное, чего надо прислушиваться, это ваше сердце. Если даже это будет ошибка, это будет чисто ваша ошибка. С этим жить намного проще. На этом, пожалуй, все. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Еще раз поздравляю вас с наступившим 2024 годом. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.